Работаем? Работаем с бараниной. Это у нас баранья лопатка, она будет приготовлена на гриле Weber, друзья. Кое-какой гарнир, нехитрый смотри. Нехитрый гарнир. У меня, значит, очищенная морковка и неочищенный пастернак, тот самый. Тот самый Борис Пастернак? Это он? Я люблю пастернак, конечно, очень собака. Пастернак? Вот эти два покрупнее я нарежу, а вот этот один маленький не буду трогать. Баранина вот это очень любит, собака. А теперь, друзья. А вот скажи, сельдерей или пастернак? Пастернак. А теперь я открываю и кладу прямо на решетку. Тут жарится все как надо. Прямо так. Срезом вниз. На решеточку. Без всякого масла. Вот эти корнеплоды. А репа? Репу тоже можно хорошо зафигачить, конечно. И, ребята, вот так вот, как есть у меня лопатка, чуть-чуть подработанная, подрубленная, да? Так я ее сейчас захерачу прямо сюда. Прямо без ничего. Вот так немножко вот этой пленочно-жировой частью вниз пока. Без соли, вообще без ничего, да. Крышка закрывается. Пока крышка закрывается, я вам прокомментирую наш гриль. Это мой Weber, который знаю очень давно, американец, американский гриль. 10 лет гарантии. Очень хорошо отражает тепло. Здесь есть регулятор, да, нагрева, потому что это поддувало регулируется снизу, степень подачи воздуха снизу. Вот это выход, соответственно. Если я его перекрою, то продукт будет томиться уже, да, и высокая тяга не будет, да. И температура будет держаться стабильно. Хочешь раздуть, значит, открой, температура пойдет. Вот регулярно термометр, который позволяет мне оценивать степень нагрева, да. С этим грилем рекомендуется всегда работать с закрытой крышкой. Можно, конечно, и с открытой. Когда крышку открываешь, не надо искать место, куда бы ее пристроить, потому что она открывается вот так. Да, она удерживается вот этой скобой. Я могу, конечно, ее полностью удалить. Ну, зачем, взрывайся. Вот так вот обжигаем, да. Если у нас сейчас его прикрою, он вдруг загорелось. Прикрою, и тогда огонь уйдет. Все. Всегда хорошо, чтобы огонь немножко полизал объект, который лежит там. Вот сейчас у нас он как раз облизал немножко уже. Огонь не долго. Прошелся по баранинке, и будет все очень неплохо. Вот уже, видите, здесь есть такой дымок пошел, потому что это начинают подгорать те соки, которые скапывают с баранины. Жирок. Баранин дымок. А это самый кайф и есть вот этот вот горелось. Давай посмотрим. Ведь пламени здесь сейчас не должно быть. Вот его нет. А его нет. Как только открыли, сразу оно появилось. Появилось, да. Пусть немножко полизит, полизит, полизит. Вот так хорошо. Чуть-чуть оближим огнем сейчас все наши продукты, которые здесь лежат. Теперь снова закрою, чтобы огонь ушел, и они уже подпекались, так сказать, просто снизу все-таки очень сильным жаром. Потому что мы сейчас на прямом жару готовим, а сверху вот этой горячей ауры, которая скапливается во всем объеме. Ну вот термометр мне и говорит, датчик стоит вот здесь в крышке, поэтому мы сейчас наблюдаем за температурой, которая наверху, совершенно верно. То есть внизу еще выше. Вот сейчас уже 200 градусов Цельсия, ребята, вот так вот спокойно. Это немало. Да, сейчас она разгонится еще сильнее. Пока, собственно, здесь нечего делать, может быть, я буквально через 30 секунд проверю, как там с той стороны продукты себя ведут. Гриль удобно, видишь, у него колеса, его удобно катать за собой. Чуть-чуть наклонил и поехал, да. Он мобильный, он не занимает, между прочим, много места. Вот так вот. Ну, посмотрим сейчас на мясо. Так, щипцы у тебя какие-то модные тоже, да? Это тоже грибные щипцы. О! Отлично прошелся огонечек. Вот это то, что я хотел получить. Посмотрите, как красиво. А вот это еще нет, видишь, немножко не достает до него. А этот вообще целенький, я его просто перевернул. Посмотрим на морковку. Тоже недостаточно еще. Вот этот хорошо. Этот я уже сейчас откладываю на непрямой жар в сторонку. На доготовку, да, уже? О, морковка, это готово. Это еще чуть-чуть требует прямого жара. Это еще требует прямого жара. Двери закрываются. И еще немного работы. Вот так сейчас я открою немного, так сказать, дыхалку открою этому грилю. Поднимем температуру быстро. Поднимем температуру, да. Стрелка ползет. Стрелочка опять ползет. На глазах. Да. Смотри, как сделан этот гриль, очень забавно. Вот я им сейчас работаю. Да. Для того, чтобы его зафиксировать, чтобы он занимал немного места. Оттягиваешь кольцо, как в гранате. И он уже... И все. Он зафиксировал. Вдавил кольцо. Удобно и остроумно придумано. Он работает, да. Мне сейчас нужна фольга. Так, фольга тебе нужна для чего? Я сейчас в нее спрячу овощи. Вот что вот они... Я их обуглил на решетке, а потом я их буду томить. Ааа. Эти самые овощи. Да, они будут шикарные. Баранина вот очень любит такие овощи. Это уже... Вот этот смотри какой. Ты посмотри, какой красавчик. Это красавица моя. Это моя красавица. Вот они. Сейчас я их родимых моих возьму теперь уже лопаткой, чтобы их массово перенести на фольгу. Только температура и дым. А вот этот у меня дружочек целенький, потому что он малыш. Все, здесь ничего. Только соль. Соль. Я сейчас присолю, чтобы она попала на все. Ребята, ничего нет, никакого масла. Овощи и все. Компактно. И на всякий случай я укутаю еще разочек уже в один. Без нахлеста. Поперек. Да, без нахлеста. Вот так вот подверну край. Баранина тоже пойдет в фольгу, потому что сейчас она большая. Надо, чтобы она погрелась внутри, иначе она будет гореть. Поэтому я ее закрываю. Я, так сказать, предохраняюсь сейчас. Так. Вот она. Те бараны должны предохраняться. Пусть она пока полежит. Я сейчас подготовлю платформу под баранью лопатку. Значит, я сейчас то же самое сделаю. Даже как с овощами, да? Да, как с овощами. Здесь будет уже несколько сложнее. Сюда пойдут листья черемши. Я вот так выстилаю. Где-то сродни чесноку. Ну, это гики чеснок, что-то такое. Вкус чеснока. Я там не знаю, какие там у них семейства. Вот так чуть-чуть посолил. И вот так и перемежаю немножко розмарином. Меньше. Немножечко меньше. Чуть-чуть соли, да. Баран. Теперь сол. Сол. Сверху достаточно. Внизу там тоже она есть. Также сверху. Конечно, я сверху закрою черемшой. Какая прекрасная вещь-то получается у нас. Тут все просто. Никакого шпигования. Она хорошо даст вся эта история аромат. Ребята, тоже никакого масла, ничего. И вот тут такие веточки. Минимум специй. Розмарина. Все, и теперь ноги пошли. Видишь, у меня сейчас ноги завернутся сюда. Руки завернутся сюда. Я сейчас тут все огрехи подправлю. И все, и можно идти выпивать. И выпивать. Закрываем, да, оставляем на какое-то время. Не менее чем на час. На час. Что делаем с температурой примерно? Температуру мы сейчас подрегулируем так, чтобы она у нас была не более 200 градусов. Цельсия. Я чуть-чуть, да, я не буду сейчас класть на прямой жар. Я убираю вот так вот в сторонку. Я накрываю крышку. И сейчас при открытом... Нагоняем температуру, да. Открытой крышке я нагоняю температуру. Смотрю, как она. Она моментально. Какая она. А потом, регулируя вот этот вот зазор, я выставлю температуру такую, чтобы она меня устраивала. 250 уже. Тенденция понятная. Я закрываю. Забрала. Сейчас она какое-то время еще пойдет вверх. Да, да, да. Потом она пойдет немножко вниз. Вот я могу сейчас закрыть поддувало. Немножко выпустить. Ох. Ну, воспламеняется сразу, да. Да. Но это уже остаточное явление, потому что поддувало закрыто, и сейчас уже ничего не будет происходить. Чуть-чуть сейчас выпущу жар. Все, мы закрыли полностью. Пока немножко тут потусуем, подождем, приберемся здесь. И можем сваливать отсюда. Ну, вот томление завершено. Мы закрывали выход в воздух, поэтому температура здесь тихонечко падала, падала, падала. Все еще горячее. Ну, вот сама лопатка. Фольга мало всегда нагревается, потому что она же отражает. Сок. Тепло. Сок. Бараней. Ооо. А? Вот это да. Слушай. Хочется это подать прямо, как есть в целом куску. Да. Овощная группа. Что у нас тут было? Морковка, да? Обожженная морковка и пастернак. Вот они. В порядке. Слушай, какой запах. Какой запах дает пастернак. Такая сильная штука, ребята. Никогда не забывайте про пастернак. Какая дровяная укладка. Красиво. 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 Запах просто сумасшедший. За нас много чего сделал гриль Вебер. Наш большой друг. Смотрите ссылку под нашим видео про гриль Вебер. Хотя я вам достаточно хорошо рассказал. Спасибо, шеф. С вами. Баранина в листьях. Черемши с розмарином. Обожженные корнеплоды. Это, собственно, те ингредиенты, которые посвящаются тем, кто хреново учился в школе и ни черта не запомнил. Никаких цифр здесь нет. Соль еще. Не забудьте, двоечники, что здесь была соль. Подписывайтесь. Комментируйте. Дергайте себя за колокольчики. Ставьте лайки. Пожалуйста. Будем с вами всегда. Будем с вами всегда. Спасибо тебе, шеф. Пожалуйста. Огромное. Я не могу удержаться. Это пастернак. Удался пастернак? Он волшебный. Реально, пастернак обладает благородным и неповторимым вкусом. Не побоюсь этого слова. Это действительно так. Можешь вот так вот одну черемшинку запеченную вот так вот снять. Кстати, да. У меня еще розмарин попался. Черемшинка, пропитанная бараниной, бараньим соком. Это прекрасно. Ну, короче, я пошел, что могу, унесу. Пастернак, ребята, это лучше, чем сельдерей, чем курень. Это лучше. Не знаю, любите ли вы пастернак, но у меня к вам вопрос. Напишите обязательно, как вы относитесь к этому корню замечательному. Любите ли вы его и за что вы его любите. Мы будем читать, нам очень интересно. Спасибо вам.